всем привет начал я себя делать фрезер ну и попутно конечно появляются вопросы у кого спросить если не у вас рядом у меня спрашивать никого вот так выглядит пока и сейчас по узлам пробежимся может кому-то я помогу может кто-то мне поможет так начинаем с основания основания маховик трактор т-150 колонна от какого-то сельхоз оборудование квадрат квадрат со стороной 101 миллиметр тремя штангелями мерил 101 миллиметр каждая сторона сначала промерил 101 думаю елки значит где-то что-то гнутая нет 101 миллиметр стенка семь с половиной миллиметров вот такой вот он квадрат так колонна высотой сейчас пока метр у меня пока не знаю лишнее обрезать что-то не хочется потом посмотрю и 2 малых продольных крест-накрест будут соединяться 1 у меня в эту малую про больно уже как раз эти тиски становились это была фрезерная приставка на токарный станок тут уже вот отверстие под эти тиски вот так она вверх ногами у меня будет стоять она уже сплезирована и нижняя это тоже наверно знакомая уже она у меня была на суппорте на токарном самодельном вместо папе речки я здесь убрал винт родной раньше здесь стояла гайка и вид короткий 15 сантиметров по моему там резьбы или 18 ходу было молнию поставил вот сюда перенес гайку вниз и поставил длинный винт и теперь ходу у нее короче она на вылет выходит что туда что туда позволяет бегать очень хорошо вот она у меня будет теперь вот такой продольный те кто живут сельской местности да и те кто имеет дело с комбайнами или когда-то имел современными наверно знаю да вот этого вот эта деталь ушка знакома эта часть от шумахера то есть та штука которая стоит нажатки и гоняет косу туда-сюда но это только часть потом остаток покажу как раз у меня по ней вопросы есть к вам вот отсюда я все выбросил здесь стояла шестерни это был угловой редуктор сейчас покажу вот она можно сказать сборе то что мне досталось он там чуть-чуть подломился и фермер его выкинул на металлолом а я подобрал как всегда вот то есть вот эта часть без это от малой продольной часть вот эта вот часть становилась сюда одевалась на шестерню в этой части вот на такому тонком валу стояла шестерня вот так вот так она была и эта шестерня крутила эту дальше тут эксцентрик гонял косу так тут немножко хитрое приспособление сейчас вал здесь стоян тонкий а внешне нужно было еще тут конус точить и поэтому когда разобрал увидел тут интересная штука здесь большой подшипник в подшипник прессован флянец вот этот большой флянец он запрессован в подшипник в нем уже отверстие во флянце на 35 то есть в него уже вставляла шестерня с валом и вот как раз теперь у меня появилась возможность шпиндель сделать как раз таки диаметром 35 то есть шпиндель который я вот это вот сделал вытащил он здесь 35 а на краю также под подшипник на 20 и отверстие сделал тут я на 13 по моему для шомпола шпинделе к м3 и под 100 и патрончик потому что 80 не нашел а сотый мне добрый человек подогнал сделал тоже конус 3 планшайбу теперь это все будет так работать о пачке не падать вот так она будет работать так ну дальше это я прикрутил на часть от малой продольной и вот тут у меня как раз таки вопрос возникает функциональность первый вариант у меня был вот такой малая продольная крепится на стойку а вот эта часть она стояла как положено вот здесь и у меня получалось функция поворотная была голова потому что здесь на двух больших подшипниках стоит вал он прикреплялся на стойку вот этот вал а вот этот корпус весь крутился вместе с этой но вот сейчас без нее у меня до стойки 14 с половиной сантиметров на 145 миллиметров до от стойки до центра патрона а вместе с этой 280 миллиметров очень большой вылет и тем более еще подумал движок повешу же сюда получится такой бешеный рычаг я даже испытывать не стал побоялся что будет вибрация большая и вот скажите мне будет эта вибрация или нет может все таки сделать поворотную просто мне надо узнать до того момента пока я не закрепил стол крестовой здесь я все сейчас могу быстро изменять то есть я могу сейчас поставить сюда навесить как с этой так и без этой просто расстояние до колонны уменьшается увеличивается и все но будет ли это работать такой вес бешеный и не знаю винт будет у меня поднимать ее или нет короче утяжеляется она очень сильно там просто даже инерция наверное малейшая вибрация инерция будет делать свое гиблое дело и вибрация будет большая поэтому решил я вот так пока пусть даже вот эта функция поворота головы пока что у меня ушла в сторону если найду металл потолще где-то 25-30 то можно сюда сделать будет проставочную шайбу и даже при закрепленном уже крестовом столе я думаю это сильно не повлияет и тогда уже делать поворотную пока металла нет сделал напрямую здесь теперь так крепление 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 я взял от этого же бруска от этого же бруска отрезал вот такой вот кусок вот такой вот кусок вот такой кусок отрезал на 4 части разделил его на уголки и между собой сварил пластинами ну понятно струбцинами зажимал вот таким макаром здесь будет видно с правой стороны лучше квадратами со сварил задней стороны толстостенных уголков не нашел поэтому разрезал свек швеллер и со швеллера сделал четыре уголка приварил их тоже и теперь они стягиваются болтами и уже теперь она у меня ходит туда-сюда регулируется зажимка ну все равно более-менее точная регулировка будет на малой продоль на именно на рейке здесь только лишь бы подал вниз или вверх зажал и уже мало и продоль на работать там у меня ходу уже 100 миллиметров вверх-вниз это в работе его использовать не будешь только лишь бы чтоб поднять или опустить голову вот так как и сказал подача будет на рейке рейка это венец от этого же самого маховика ты 150 вот он этот венец обрезал сколько мне надо было обрезал все лишнее и получается вот такая вот штучка такая вот рейка получилось дальше я этот полумесяц нагревал горелкой и в тисках равнял тисками а потом уже дальше подводил кувалдой тут без нее никуда не деться если венец от жигулей я выровнял просто в тисках вазовский потому что он тонкий то это все-таки пришлось поторобанить по нему кувалдой ну а шестернюю взял от насоса инша их насосе 2 она более-менее подходит вернее пока был полумесяц круглый в полумесяц венец круглый она подходила очень даже хорошо но когда выровнял уже короче стучит тарабанит я думаю проработается взял я подлинче которая свалом это вот одна это вторая здесь в малой продольной в этой ответной части засверлился на 12 буквально там пол сантиметра лишь бы зацепилась и вот эту часть вот эту вот часть одну во первых обрезал болгаркой потом думал что здесь каленка как обычно ну два три миллиметра и все и поэтому взял по кругу прям болгаркой вот так насечки ну не насечки а прям спилил до шестерни полоски думал каленку уберу и все дальше обточу хрен там была она полностью каленая или сталь такая или каленая она полностью целиком и поэтому мне пришлось все таки и сбивать и китайским резцом вот этими пластинами вот видели сколько нарушила или как сказать сбила пластину то есть после болгарки еще и получился у меня шестигранник на удар работала каленку ну ничего снял он и получилось здесь на 12 сделал такую ножку который оставляется внутрь а здесь уже корпусинку сделал с подшипником из корпусинка подшипник надет на вал на 25 вал здесь этот вот этот вот на 25 подшипник надет корпусинка ней два отверстия и два болта осталось мне только теперь втулочки сюда сделать тоненькие распорные чтобы не прижимала но она и так в общем работает нормально единственное что говорю при подъеме чуть-чуть стук есть но не забуду покажу так винт винт вместе с гайкой прислал мне алексеевич добрейший души человек 37 сантиметров у него резьбы гайка но это советская вот это вот ну я так понимаю это швп есть я начал выкручивать потихоньку смотреть там шарики стоят прям вот так вот рядами шарики в гайке это же наверное есть швп это хваленая так винт а внизу стоит редуктор редуктор мотороллера муравей но здесь тоже угловая передача шестерни конические как они называются он она одна маленькая стоит и сверху блин я не считал передаточное число мне она незачем было давай навряд ли вы увидите да ну короче раза в три она больше примерно где-то один к трем передача на идет на вал на вид здесь подшипник дальше трубка соединительная тут валу просверлил отверстие и а здесь уже было в этом в редукторе отверстие в шестерне и все она соединилась и она работает нормально так здесь проложил подшипник из-за того что здесь вот это вот место она чуть-чуть выпуклая но она так и есть на редукторе подшипник касается только внутренней обоймой внешне не касается а здесь наоборот на внутреннюю обойму шайбу эту поставил то есть когда при подним при подъеме если я буду поднимать винт давит вниз крутится на подшипнике при опускании наоборот винт подтягивается вверх он шестерню тут подтягивает но здесь сталюка шестерня сталюка и между ними там еще шайба стальная родная какая стояла в этом редукторе то есть по идее здесь тереть ничего не должно клинить в этом узле здесь пластина 16 гайка прикручена это уже сверлил сам гайка прикручена до пластины и пока что только прихвачена чтоб только проверить как она будет уже проверено все до конца вверх-вниз гонял все нормально тут все тут работает все крутится поднимает опускает я имею ввиду когда стояла уже голова вот только еще двигатель когда поставлю двигатель будет стоять киловатт ник 11 киловатта 1000 оборотов со сверлилки я его заберу сюда поставлю потому что все таки расчет у меня что это и будет теперь сверлилка новая моя ну вот голова собрана и вот так вот она теперь и ходит надо будет еще сделать стопор чтобы любом положении можно было стопорить чтобы каждый раз клин не затягивать когда нужно сделать стопор так и сейчас поближе покажу вот как шаг изменился теперь смотрите где она бьет вниз когда опускают еще ничего это вот она а вот вверх опа перескакивает то есть здесь уже зуб выходит а здесь еще в свободном полете он центральный не касается ничего и получается когда этот зуб выходит этот резко бьет по нему вот сейчас вот он свободно у хлоп и удар чик этот вот будет это влиять на сверление или все-таки придется повозиться подогнать она-то по идее уже вот видно зазубринку она чуть-чуть выбивает я-то уже грел а наш помягче стала ну я не грей к ее час каленый зуб шестерни он чуть-чуть подтирает может быть туда-сюда она притрется может быть и нет тоже вот дайте совет что мне тут делать вот так она работает далека подъем опускание все здесь крышка это она упирается малую продольную и дальше она просто уже сама по себе не упадет а потом наверх вот именно что отпиливать не буду наверх поставлю какую-нибудь пружину мощную есть они у меня тоже сжатки комбайна чтобы тянула вверх и тянуть будет не только вот именно эту часть а тянуть будет полностью все то есть для подъема например это будет облегчение когда мне надо будет полностью весь узел по стойке поднять пружина будет помогать в этом так ну вот такой вот он получился станочек не получился должен получиться мелочевки еще много доделывать не знаю когда и так он время у меня отнимает очень много все давайте удачи здоровья до новых встреч в пятницу колокольная бронза я ее сделал уже